Во время своего прошлого визита в Рязань в мае нынешнего года легендарный чемпион смешанного стиля Федор Емельяненко провел тренерский семинар по смешанным единоборствам. Тогда он высоко оценил уровень подготовки местных спортсменов. У вас хорошая школа дзюдо, хорошая школа бокса. Сам лично я очень близко знаком, дружу с амбистами боевыми и по сборной России знаю многих. Поэтому бойцы у вас есть. Сейчас на встрече со спортивной общественностью из рук Федора Емельяненко удостоверение лицензированных тренеров ММА получили 10 человек. Сейчас, по словам руководителя региональной федерации ММА Анатолия Бараненкова, Рязань вошла в федеральную программу по строительству центров смешанных единоборств. По его словам, спорткомплекс может появиться недалеко от Ледового дворца. Кстати, знаменитый чемпион высоко оценил работу Рязанской Федерации смешанных единоборств и деятельность ее президента Анатолия Бараненкова. У нас прошел отбор чемпионата России. На чемпионате России мы провели большую работу региональные соревнования, потом у нас две. Произошла большая селекция. Отобралась сборная России на чемпионат мира, Европа, на Кубок мира, которые пройдут в ближайшее время осенью. Дружим, дружим, близко с Анатолием Борисовичем, поддерживаем теплые и дружеские отношения. Друзья, федерация. Кстати, на встрече с общественностью Федор Емельяненко сообщил, что сейчас Союз смешанных единоборств России ведет активную селекционную и кадровую политику в регионах. Этот процесс, по словам чемпиона, идет в Рязанской области крайне активно. Далее в течение часа Федору Емельяненко задавали как спортивные, так и личные вопросы. Спрашивали, как ему в Рязани. Я второй раз в Рязани, и у меня такое ощущение, что я приехал в свой город. Я приехал из Белгородской области, у меня близок, но это, конечно, моя родина, в Староцку. Но приезжая в Рязань, я много читал истории, Рязанское обоиск всегда участвовало в защите нашей страны, Руси, России. Ребята спрашивали Федора Емельяненко, как ему удавалось настраиваться на поединки, ведь порой соперники были гораздо мощнее, чем российский боец. Говорить нужно Бога, а побеждали они с Божьей помощью. Спрашивали об отношении к допингу. Федор Емельяненко отметил, что для победы необходимо развивать у спортсменов чувство патриотизма и любви к своей земле. После часа общения ребята не отпускали легендарного чемпиона еще довольно долго. Однако без автографов и памятных фотографий не ушел никто. Продолжение следует...